Где провести знойные выходные? Конечно, хочется на природу, ближе к умиротворяющей водной глади. Но так ли она спокойна, как может показаться на первый взгляд? Сотрудники управления санитарного надзора в Донецкой области говорят о том, что не все пляжи подойдут для акваотдыха. В области на контроле находится 28 пляжей, и только половина получила разрешающие документы. В соответствии с существующим санитарным законодательством, законодательством Украины, пляж считается пригодным для купания. Если подписан акт приемки пляжа, значит, на сегодняшний день акты подписаны всего по 14 общественным пляжам у нас в области, в том числе по 6 морским. Что значит подписание пляжа? Это полная проверка на соответствие всех санитарных норм. Проверка самого пляжа на наличие урн, раздевалок, питьевых фонтанов, туалетов, навесов и прочего. А также проверка акватории, которая включает гельминтологическое и бактериологическое исследования. Только после этого санслужба, после получения отрицательных результатов и соответствия устройства самого пляжа, требованием санитарного законодательства, санслужба может подписать этот акт. Но кроме того, в подписании акта участвуют еще службы, то есть это и водолазная служба МЧС, которые проверяют акваторию, в общем-то, та, которая прилегает к пляжу. Отдыхать можно только на тех пляжах, которые прошли проверку и получили необходимые документы. К большому сожалению, ни один водоем Донецка не пригоден для купания. То, что касается Донецку, да, в Донецке ни один пляж не пригоден сейчас на сегодняшний день для купания, точнее вода. Находятся бактерии группы кишечной палочки, микробное загрязнение, вирусное загрязнение и так далее. То есть это идут вода практически по всему Донецку, идет с превышением требований санитарного законодательства по бактериологии и по санитарной химии. Стоит обратить внимание на такой факт, что на пляжах должны быть установлены предупреждающие таблички о запрете купания, если документов у пляжей нет. Но с другой стороны, если табличка отсутствует, то и это еще не значит, что купаться можно. Знаки должны устанавливать городские власти, но пока, к сожалению, этого никто не делает. Ника Пиманова, Александр Худалей, Первый муниципальный.